Окей, ребята, всем снова здравствуйте, с вами Олег Огнин и мы продолжаем прохождение игры Spellforce 3. Ну что ж, в прошлой серии мы с вами прошли обучающую миссию, познакомились, что такое Spellforce 3 и создали своего персонажа, Олег Тахар. Ну, делал... но произошло кое-какое маленькое изменение. Я немножечко изменил своего персонажа, я сделал его боевым магом. То есть я убрал дисциплину, которая, по сути, вот, ну, магу, она просто вот реально, она никуда не далась. А дал вот такие вот ему новые спешлы, то есть жестокость, магия стихии, черная магия и лидерство. То есть от белой магии я отказался полностью. Жестокость это для того, чтобы мы смогли сражаться в ближнем бою, ну а черная магия и магия стихии, то есть в основном. Ну и лидерство, конечно же, тоже. То есть вот такой вот моментик. Ну что ж, хорошо, по книге заказано, у нас ничего. Ну что ж, у нас левел ап, левел ап. У нас три очка способностей. Куда мы их вложим? Первый, это, конечно же, в черную магию. И, конечно же, потустороннюю стрелу. А вот что дальше качать? Пока что я даже не знаю, если честно. Можно призвать могильный зов, ну, скорее всего, могильный зов первого уровня. Призывает группу уходящих мертвецов, чтобы они помогли в бою. 17 очков концентрации. У нас 26 очков концентрации. Как бы, да? То есть мы призываем второй уровень могильный зов второго уровня. После смерти или завершения действия закрепления, они взрываются, нанеся урон ближайшим противникам. Нестабильное тело, так называемое, да, это тело. Ну или потусторонняя стрела, немота. Если целая ослаблена или страдает кровотечение, ослабление или кровотечение снимается, носят дополнительный урон. Ну, тоже вот такой вот интересный момент. Ну что ж, пока что мы вкачались полностью в мага, хотя можем какой-нибудь взрыв трупов, да. Можем какой-нибудь, так сказать, этот, использовать. Ну, я думаю, оружие уж можно будет какой-нибудь использовать, если что. Так, капрал. Вот вам и история. Вот он, глоссарий. Да? Воители. Лучшие солдаты Грейфельдской армии, символа высокого стакануса и непревзойденной способностью является доспех воителей. Ужасное сопротивление ко всем магиям. Кстати, их можно нанимать. То есть их можно нанять. Очень интересно, прогресс у нас никакого. Так, ну что ж, хорошо, давайте возьмем наши вещички. Что следует? Так, капрал. Поехали. Давайте посмотрим. Берем все. То есть, как я говорил, все, что находится, все, что мы получили тогда. Странно, что вот Материн его очень страшно, да? Но зачем оно мне? Я не понимаю. Все, что мы получили тогда, во время нашего первого квеста, да, то это мы и здесь имеем. Так, вот изящный длинный меч. Одноручное копье. Ой, одноручное. Кинжал, Моргенштерн. Изношенная галифа. Ага. Получается, для того, чтобы носить мне длинное копье какого-нибудь, мне нужна, получается, ловкость нужна, да? О, как интересно. И для посоха мне нужно 4 интеллекта. Как интересно, что мне всего лишь дало 3 интеллекта. То есть, как бы, нужно повысить. Нужно повысить наш интеллект будет с помощью какого-нибудь квеста, да? И уже думать дальше. Так, хорошо. Даем вот эту вот штучку тебе. Здесь все хорошо. Талисман второго шанса. А, он тебе... Ага, он сюда в понятном. Так, ржавая палеца. Либо изношенный длинный меч. Давайте все-таки меч возьмем. Хорошо. Будем как-то так вот пока что ориентироваться. Ну что ж. Главная наша задача явиться к лорду-маршалу Ангару в Арандиру. Покинуть, тем самым покинув казармы. Ну что ж, как вы можете заметить, казарма. Все готово? Тогда вперед. Ну и, конечно же, наш Бертран. Все готово. Ничего здесь у нас нету, что можно было бы полутать, да? Поэтому мы со спокойной совестью просто покидаем казармы. У нас 194. Ну у нас вот магия. То есть, мы пока что с магией больше всего будем относиться. Так. Там у нас что-то есть, дайте посмотрим. Может, что-то найдем. Будем. Так. Ага. Получается, это подземелье наше. Здесь получается что-то подобие кухни. Здесь у нас выход куда-то, точнее, наверное, даже вход. Соража. Здесь ничего важного там, просто правиант. Ничего важного, просто правиант, прикиньте. Ничего не важно. Подумаешь. И все запасы. Это у нас... Столовая, да? Да, это у нас столовая, так сказать. Которую мы все обедаем, если что. А вот вам и лут. Я заберу, что какой-то лут все-таки можно будет найти. Это очень хорошо. Так, лук, золото, концентрация, ну и длину. Хорошо. Акнулиж. Акнулиж. Я живу, типа, я знаю, да? Или я уверен. Пойдемте, сходим на кухню. Какая-нибудь плохая жаровня, да? И вытяжка, конечно же, вытяжка. В обязательном порядке должна быть вытяжка, чтобы жар уходил, а точнее, дым от огня уходил наверх. Ну что ж. Таистовый ключ. Ключ на что не похож? Есть, у нас да. Интересно. То есть я нашел какой-то ключ, который ни на что не похож. И для чего он, я тоже, да, не знаю? Как интересно, а? Так. Где этот ключ? Кстати, не показывается. Задание. Доп-задания нету. А где этот таинственный ключ-то? Он бы здесь показался. Как интересно. Стихий на магии тоже можно. Огненная искра, вьюга. Задяной панцир, огненный шар. Прям вообще. Все, все, все. Качаться и качаться. То есть наших солдат, ну, нашего героя, нужно будет... Это довольно мотно. Где все эти руководители? Ну, где все эти руководители? Ну, где все эти руководители? Или это не руководители, я думаю. Там прямо сейчас сделается один процесс. Еще один магий? Да. Какая-то эльфинская женщина, я верю. Не сильно, если не ошибаюсь. Черный капюшон взяли. Хорошо. Так, вот еще какой-то лут. Капюшон, золото, все, берем себе. Все, что плохо лежит. Но все равно сюда больше, скорее всего, не вернемся никогда. О, черное зелье магической защиты, праведный свет, почерк и золото. Книги, документы. Вы нашли предмет, который можно прочесть, чтобы увидеть его содержимое, откройте предметы. Ай, и займите право кнопку по предмету. Хорошо. Магия принадлежит только богам. Практиковать магию значит воскресняет священный дар. Из-за этого следует карать смертью. Ну и так далее, и тому подобное. Все, что здесь у нас написано. Я как-то читал, там они то, что это, ну, как и понятно уже, получается, из всего сюжета, они очень не любят, когда маги влезают. Ну, начинают практиковать магию и все такое. Ну что ж, хорошо. Ага. Офигеть. Вот же более-менее правильно. А он меня возвращает вот так вот туда. Ладно, выходим. Да. Ни один город Нортандр не вызывает только ужасных священий, как Грейфелл. И его цитадель, Резиденция Корольф, был построен в Геберницкого городами. Существуются к королевскому городу, и его стены и башни строились для того, чтобы отразить на уркши хорде, до а сварма драконсов. Это было здесь, что мажевая война, и вот здесь они хотели служить магов. Когда известный повстанец был уничтожен в том, что он уничтожен на падение вашего отца. Вы же помните, по следующей революте, хоть многие солдаты получили на голосу правдость, и какие медали заставят вас забыть на стенание вдохом, покребанных, Ах, наконец, fresh air. Давай, Тахар, отправляемся в Северную башню. Я готов. Интересно. Вот, уже сразу что-то получаем. О, орочекинжал. Оружие одноручное. Здесь, на данный момент, за какие мы сможем играть армии, так это три. Три армии. Это... Ха, quite the view, isn't it? Прекрасно вид не находитесь. Смотрел бы и смотрел бы, Северная турбовая вещь, что через тысячи лет назад, кто-то вообще построил этот дом. Ну, не откажусь, конечно, красиво, да. То есть, серый цитадель в горах построен, но это прям вообще есть. Честно. Поправляемся дальше. Много людей. То есть, у людей есть. О! Что-то маленькое. Можете львать на тебя. Да, смелости на тебя. Маска, да? Ну, вот и все. Можете твоей магии. Кстати, зеленые, это не квестовые. То есть, я думал, что зеленые, это типа квестовые, а так, оказывается, не квестовые. Праведный свет стал весьма влиятельным. Я still can't believe the Lord Marshal is allowing them to do this in Greykeep. Weren't they in underground movement just some moons ago? They were. Things change quickly, it seems. А кто это? Who was she? No idea. She might have been with the rebels, the army recently took out near Windwall. They still haven't given up. By all that can be said about your father. Certainly had his followers. They're like weeds. Whenever you think you've got them all, you find a new patch eating away the seeds somewhere. А почему она умерла? Мне оказалось, железная маска не должна уйти. Hmm. I didn't know the iron mask kills right away. Well, from what I've heard, there are two ways it can go. Either it makes you lose your magic and then slowly your sanity or it causes a brain rupture once it's branded onto your face. It seems that this woman suffered the latter. It's interesting. Let's move on. Sure. Yeah. Of course. Ни за что. Да. Немножко неправильно перевели. Пойдемте, пройдемся здесь, посмотрим, что у нас есть. Что у нас здесь? Здесь у нас ничего. Но что-то есть внизу. Now would you look at that? Вот, какая красота. Пацинет и ледяной. Ледяное зелье магической защиты. Хорошо. Так, дальше. Поправляйся дальше. Поднимайтесь. Поднимайтесь. Только чистые. Поговорите с жрецом праведного света. Посетите зал правосудия. Посетите суд в зале правосудия. Надо будет сходить в зал правосудия, кстати. Так, это у нас выход. Это у нас ход. И получается, это вот интересное место. Бдительный страж. Говорят, что эту статую благословил сам Эрион, бог правосудия, присматривающий за темницами серец на деле. Действительно, можно почувствовать легкий свет магии. Скажи мне, Тахар, мне кажется, ты игра уже не то. Я хочу сказать, что ты пришел в волшебный страж и благословил сам Эрион. Я даже не знаю. Ну, что война им долго прошла, тут спорами. Ну, это о любом из нас. Наверное, и в войне идеалы есть лукшер, да? Я думаю. Боевой посох, то есть еще один оружие, которым... А, ловкость нужна. Ну, то есть, получается, есть посохи, которые можно сражаться в ближнем бою. Так что это тоже хорошо. Что-то подобие двуручного оружия, но и не такое большое двуручное оружие. Не знаю, о чем они говорят, если честно. Так в этом-то и проблема, Каспар. Они не будут спрашивать. Не эти сутановцы, хреновые, королевские советники. Не даже лорд-маршал. Я имею в виду, Why would they? We're just two cripples. Who want a fucking war from them? Us. We-то... But it's the queen. Don't you remember? The queen was her mighty powers. Of course. How could I forget? You know what's worse? How they still dare to keep that tough heart Felt in our ranks. Might as well fucking spit right in our faces. You're telling me. Is there a problem? What's it to you? Oh, I'm just being curious. I thought I heard you talking about the Mage Wars. Well, we did. Wait a minute. I think I know you, don't I? Possible. Anyway, I have business to attend to. Well met, soldiers. Well met. For a moment, I thought we were going to be mad. Let's see. We were going to get a little bit. A-ha. We were going to get a little bit. We were going to get a little bit. Yeah, yeah. All right. Let's go. Oh, кстати, also interesting. It's a kind of a корабль. What's it like? модель джиггернаута флагмана адмирала илбертуса на дабазе переломишь уход сражения в каменном заливе и не позволившего эмпирийцам вторгнуться нортандер так вот так важный корабль да получается что-то подобие до исторической достопримечательности смотрит он хорошенько может что-нибудь завалял здесь но вроде бы ничего здесь нету ладно отправляемся дальше кузница построена то есть вроде бы максимально так отдалил а это все равно приходится иногда нарывается на эти большие большие правосудие аунира сюда сходим а вот еще мешочек красная мантия шоу так это у нас куда-то ведет какой-то дворец главный дворец кстати главный дворец обучение ключ победе торговли в левой части кратно ваши собственные предметы да и говорю здесь вот можно начать пойдемте обучение крючковая и говорить о бойцовском клубе поговорить с сержантом ну длинный меч ну посерьезнее рондель давайте мы продадим получается вот это вот это вот это там это день волчьи сражения зачем она нужна а да это научит мантии волчьи стражи и средний доспех волчьи стражи ноут мало те волчьи стражи мне нужно мне нужно потому что интеллект как говорится нужен а доспех средний доспех волчьи стражи оставлю до каком-то солдата из него будет красный мантий боевых посадок бацинет сабли может продать длинный лук изношенный галифа пламенный почерневший типа рона огонь тип урона смерть душа подумай что лучше носить огонь или смерть ну изношенный покрыт кстати а чё нет норм нормальную изношенный алибарда топорик что по защитке то у нас поврежденный доспех лучше волчьи стражи полничку так используется поврежденный доспех и здесь гамбизон и кожаный доспех 135 монет кстати всего лишь кожаный доспех а скорость атака а скорость атаки сниженная на 30 процентов алис подготовки заклинания да неприятно неприятно конечно же давайте скорость атаки мы все-таки уберем да тщательно я остался даже в плюсе все хорошо вот еще одна статуя меч рога и рога рога или строители грейфилла если верить легенде он был трех с половиной метров мостом а меч после смерти обратился в камень интересно по человеку на историю это у нас главное здание это не главное знали синие это дополнительный задание потому что должны с вами выполнить это знаете здание я как раз к нему пишу да что у нас здесь вот и у нас нет 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 это не конфеты это умные шары уворачивайтесь ну как пока пока как подлагала пока подмогала и вот здесь это и вот здесь того вообще но ничего не сделаешь так уж так уж камера не захотит так уж по максимуму а здесь будет больше ничего нету все что ума на могли подобрать мы подобрали хорошо пойдет поговорим где на нации передали брать сохранимся сохранимся потому что я тогда не в первый раз кстати прошу вот это что ну что мы собрались потренироваться с утра пораньше война почему бы Что скажет, Ахар? С кем будем сражаться? С кем будем сражаться? А какие варианты? С новым брандсами. Кое-кто из них кто-то уже может. Большинство не повредит небольшая тренировка. Ну что, скажешь? Да, конечно. Думаю, мне тоже не повредит небольшая тренировка. Отлично. Тогда марш на ринг. Рэндон, Ронан, сюда! Сюда, мэн. Видите вы тех твоих? Уйди с ними драться. Но это же волчья стража. Вот именно. Я же вижу, как вы тренируетесь. Вы в настоящем бою двух секунд не протянете. Пора дать вам кое-что посложнее. Ну, марш на ринг. Какой-то дракон, да? Какой-то дракон. Холейте с ними, Таар. Хорошо, ребят, здесь мы снова. Попробуй, что ты сделаешь. Ну, ты слабенький. Ну, ты слабенький. Стойки! 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 Хорошо, я знаю, знаю. Стойки! Одна коправа. Думаю, хватит с них на сегодня. Вы молодцы парни. А теперь бегом в казарму. Пусть кто-нибудь займется вашими ранами. Другими словами, мы сейчас сказали ему услугу. Одна точка зрения. Интересно. Одна, два, один, два. Это все, ребят, держи. Попробуй. Так, опять. Сохранить, потому что... Почется, три битвы примерно будет, да? У меня получается, первоначально лучше призвать зомби, неожилея. Хорошая работа! Эти парни не без таланта, но они гораздо слишком спойланы за эти стены. Думаю, здесь. Я слышал о новой миссии, и что-то не подскажет, что этот лорд маршал хочет тебя вызвать. И я думаю, что вы могли бы использовать эти стены. Я почти забыл, как они чувствовали. Не надо драматизировать. Так что, есть еще силы? Требен уже? Мои парни могли бы сделать с более рим-комбатом таким образом. Что ты думаешь, Джон? Ну конечно. Да, почему нет? Хорошо. Давайте сделаем этот вопрос посложнее. Как соберешься, заходи на рим. Эй вы, да, волча стражей, вы. Ну-ка быстро сюда, сержант. Обращайтесь. А кто это у вас, что? Ваш губка брал тахарский кэркеркер. А когда мы стали стать вашим наобранцем, вы им наобранцем будет полезно посмотреть на настоящий бой. Сражение между пяти пальцами волча стражи должно быть зрелищным. Слушайте, у нас времени нет, мы готовы сложиться. Но, марш на ринг. Замечательно. Замечательно. Ансель, 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 Ансель. Они уже ничего не смогут сделать. Ага, время вышло. Там написано 60 тысячи часов. А тут все. Сержант, все, хватит. Какая лезь Похоже, Тахар сил тебе не больше, чем твоё эмоции Что ты привязался на одной стороне? Конечно, конечно Пойдём отсюда, парни Здесь делать нечего Блин, капец Оказывается, Тахару не надо, чтобы он проиграл Если не нужно, чтобы Тахар проиграл, значит так и сделаем Давайте посмотрим Здесь Значит, тогда используем Таль-А Хорошая работа Эти парни не без таланта Они здесь Не будешь так грустными Что ты думаешь, Тахар? Да, конечно Да, почему не Отлично Давайте сделаем это более挑戦 Ты там! Да, ты! Мы становимся На твоей марте И борься! Так Да, быстрее Хорош Так Так, уходи Есть Хорош Хорош О, красота Так Смотри-ка О, прям, прям, прям Ладно, пошёл Ну что делаете? Вы что делаете? Вы не хотите? Это просто трениковка Это просто трениковка Тренировка, Тахар, побеждай Хоть вы не из моего отряда Но это мой ринг Так что Убирайтесь отсюда Ты еще не сможешь, Тахар Обещаю тебе Да, вот так Не отрываем глаз от противника Поговорите сержантом Лейзис? Этот парень боролел, как будто он хотел тебя Я думал, вы там должны быть Я не знаю, друзья Или как Мы так Мы Я не знаю, как это Может Нонсенс Не важно Что это? Просто ступень Татьяну Не спустя Ничего Гриджман Скажи мне Не знаю Что ты помнишь От этого ночи Он не знал, что Анслен был там с моей сестрой С твоей детьми С твоей детьми С твоей детьми Твоей детьми Он убил ее Судя по тому, как он смотрит на тебя Судя по тому, как он смотрит на тебя Может, может Может Думаешь, он меня в нее смертель Я не знаю Может Это ступень Ты скажешь мне Но, в любом случае Это просто Я не знаю Может быть В любом случае В любом случае Здесь Вы должны Это Чехло Мне не могут считать Я предложил бы еще раз Но Наверное Уже надоело Да и Лорд Маршал Наверное Заздался Отрава А с кем Будем сражаться? Ну 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 Я думаю Опять же С ней Какой-то Фейл будет Мы сильны Я не спорю Ну Вот Отлично Тогда Приступим А Надо Фокуситься А У тебя, блин, это демонстрация не приходит О здесь меня сейчас потусторонний подпинающих, думаю, в этом случае ты можешь поставить их на это место я думаю в любом случае, ты идешь к Маршалу удачи вам обоих великите в себя нет, 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 нет это файловолы, которые вы вытаскиваете не Кэмми снова понятно ну, это как-то не очень, если честно 1, 2, 1, 2 That's it, lads, keep at it давайте, лидерство 3 очка концентрации будет очень-очень кстати кстати так тебе, получается ну, хп-шку нет, ну давайте, получается, 1 минус, что ли, или нет или, получается, зазубренную два зазубренную как сказать кровотечение накиду так пойдемте сходим послушаем научим это так как его правосудие так, получите награду а, выберите, да? выберите 2 так ну, зелье здоровья давай шар отравы шар отстеления и шар отстеления хорошо так, Бертран, давай мы тебе шар отстеления дам все хорошо так, покинуть прохладим салбоседе не многими известны все это одиозно с задомом поломанозных поломанозных 6542 бакинг Ариф Айв ариф 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 во время боя оба брата были снятина раненых с тех пор этот зал считается символом правосудие это не военный зал но Бертран я забыл но я хочу увидеть этот процесс, о котором ты говоришь ну это наверное уже началось пойдем посмотрим вот этот процесс Силенство не будет менять ничего я надеюсь, что вы понимаете что вы хотите мне сказать? что я использовал магию, чтобы убить их солдат? да, я сделал и я сделаю это снова потому что они пытались убить меня она льет за их судьбу эта божественная льетка льет ты прав я убила их, потому что мне нравится убивать а потом я сварила из их потроховых зелья нашла себе удобную маленькую метелочку и улетела в темную льетку вы считаете, что шутить сейчас совместно? нет но за последний час я лишь снова и снова повторю один тот же рассказ по которому у вас нет никаких доказательств да, и не так и у вас кроме подружного культура, который говорит лишь то, что им уверены вы всегда выберете историю, как вы на преимущество так что давайте везите сюда вашу милую масочку уверена, а они доценили это равно как изнасилование эльфийских магов с солдатами Леонидара эрес это чистое эрес 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 Я думаю, что это было только право. Кто эта женщина? Эта старая женщина? Я не знаю. Барни, это не так. Это Мария Леонидар. Единственная женщина из Холлионидар. Все, что она умерла в последней войне. В последней войне, она умерла в нортамдер армии. От ваш родственников. Она очень удивлена от того, что она сказала. Да, неудачно. Она одна из самых верных в пирот. Наверное, одна из причин, почему они могут быть в таком влиянии в Краун. Ну, Леонидар располагает одну сильнейшую армию в нортамдер. Но, пойдем, давай. Я бы не хотела оставить Маршалу ждать мне больше. Интересно. Интересно. Чё тебе там интересно? Да, можно читать все. Все, все, все. Так, это не конфеты. Наружная влажная точка. Наружная влажная точка. Поговориться со жрецом правильного света. Получается, вот здесь это надо со жрецом? Слушай, мы же сюда шли. Он же здесь ее казнил. Только чистый. Блин, вот, конечно, этот... Ну, давайте поговорим уж. Ладно, фикс. Один, два. Один, два. Это все, ребята. Держите. Ладно, бегите пока. Спределение огну 24, кстати. Интересно. Что дает мне соперника? А-а-а. Кожный доспех спределения. Понятненько. Так, концентрация у меня теперь 29. Что-то добежали, нет? Ну, сейчас будем поговорить с ним. О, сейчас начнется религиозная... О, сейчас начнется религиозная... Хм... What do you want? Так и что вам нужно. Вы не расскажете побольше, но вы верите. Could you tell me more about the purity of light? About your faith? Oh, you're a seeker. Maybe. Interesting. Well, I will do my best to answer your questions. What's your problem with mages? We don't have a problem with mages. We have a problem with defilers. What's the difference? Well, a mage is someone who has the ability to tap into the power the All-Father Eonir used to create the universe. It's a burden. And we are well aware of how some mages suffer. However, having that ability by itself is not a sin. Using it is. Man should not have that, but that's what defilers do. They have no humility. They recklessly indulge in their magic and use it for their own purposes. Assamut Tahar is the best example. He showed the world how foul and dangerous uncontrolled magic can be. What about battle mages? There are mages in the Royal Armour. Well, technically they are defilers too, but they are a necessary evil, so to speak. Mages are powerful, and in order to keep Nortander safe from them, they might be needed. It sounds paradoxical. I know, but it's the truth. But can't magic also be used for good? It's not about good or bad, it's about humility. Man was never meant to use magic. Disregard of this fact is what made the world the violent. So yes, magic can heal as much as it can kill me. That does not change it. We are not allowed to meddle with it. We are not gods, soldiers. We are men. And until we know our place again, Eonir will not return. This woman. What is she? That one? She was one of the Samut Tahar's brothers. They hid in wind walls, but the Royal Army took out their camp. She summoned a beast that tore apart 13 soldiers before they finally pinned her down. It's good that the mask put an end to her right away. Do you have some kind of leader? Your movement originated in Grateful, correct? Movement? I don't think you quite understand who we are, soldier. But I have faith that you will soon enough. Regarding your first question, yes, we do. Harbinger of Light, or Rondar Lacan, as his wordly name is known. He is out of the city at the moment. But if you want a chance to hear his sermon yourself, he will return to Greykeep one or two days from now. What exactly do you believe in? I've been told the purity of light renounces the Guardians. Is that true? Renounce? No. The Guardians, as well as the Renegade Gods, are Aonir's creation. And they are as truthful as he is. They left us. What do you mean by, they left? Well, they were only temporary to begin with. Aonir created them to tend to our world as long as mankind is correct. But now he wants to return to our world. The Guardians have gone back to their slumber. Aonir wants to return? Yes, Aonir will return to this world. Twelve moons ago, the Harbinger of Light, our leader, had visions where the All-Father himself spoke to him. He said that after all the supper, he will reveal himself to us and will make this world one of freedom, peace and equality again. And how exactly will he do this? It's not like there's no reason our world is the way it is. It's a God we are talking about. Not a guardian, but a true God. The only God, the Creator. You're making the mistake I made before the Harbinger showed me the truth too. You are trying to apply human thinking. And why hasn't he returned yet? Well, that's the reason we're here. Aonir also told the Harbinger something else. That he will only return once mankind has become pure again. Pure? Yes. Free of the wrong faith. Free of defilers. That's our mission. And once we've succeeded, Harbinger will open the gate so that Aonir can step through. Interesting. That's one word for it. Well, thanks for your help. Well, I'll take care of it. Well, I'll take care of it. Aonir's light guy will pass through. Aonir's light guy will pass through. It's the same thing. This is the same thing. One, two, one, two. That's it, lads! Keep it up! Что-то не то с этим вот предидием, посреди Центадейли, словно каменный гигант, бросающий вызов небесам, стоит серая башня. Хоть не самая высокая, она, в ней всяких сомнений, самая важна, потому что в ней расположились военный зал и зал правосудия. Знаешь, Тахар, меня вот такой вопрос в последнее время интересует. Что? Вот это все, армия, 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 кроме. Тебе это достаточно? В каком смысле? Ну вот я... Ладно. Не важно. Это не важно. Хм. Окей. Понял. Такой... Не понял. Не хочет, говорит, ну ладно, не говорит, да типа. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Научил на это. Получается, дверь закрыта, да? Сейчас мне скажет. В настоящий момент серая цедер подвал недоступны для вас места. Очень жаль, конечно. А здесь что? Здесь у нас ничего. Ну что ж, поднимаемся, тогда получается, да? Да. Чуть выше. 40 минут, блин, капец. Входим, а? 40 минут. Хотя много узнали, конечно же, я не спорю. В том плане, что... Свет, посражались там и тому подобное, да? Но все же, конечно, это не то. Ну вот он, вот он. В стиле РПГ. Так. Здесь тоже что-то еще. Затафизка мага дальновидность. А, типа, что нужно, чтобы стать великим магом. Ну, почитаю чуть позже на досуге как-нибудь. Я не могу. Я не могу. Да, то что-то. Я не могу. Ладно, пойдемте тогда. Ага. Все, пойдемте. Интересно. Все, пойдемте. Все, пойдемте. Попробуем,chiedый? Ага. Нервный? Нет. Просто, не важно. Пойдемте. Все, не важно. Бедняжка, есть карта мира. Да. Военные золота и только место, где политика политика Нортандера, но и место для послов и дипломатов из других земель, приезжающих в Северный статей. Причину понятия сложно, достаточно сомненно и обратить по мраморным полам через позолочные арки, под взглядом можно ставить украшающих восстановленных керадоров. А потом уже с ним поговорим, а ты кто у нас? А сентенцией Нори, он Гар Арандерта, сказал Машин. Мы нам уже больше времени. Вот мы найдем средства, мы... Времени вот было предостаточно, а чего вы добились? Ничего, они будут продолжать умирать, и если мы не метро не остановим, то всему Грефилу конец. Вот мое решение, когда придут лекарства, мы будем его делать. А пока что остается единственный выход. Я понимаю, Машин. Простите меня за мою неудачу. Можете идти. Битва в каменном заливе, надо бы почитать буду. Ничего. Ничего, ну блин, зал конечно хрени, просто огромный. Ладно, пойдемте поговорим с сентенцией Нори. Сентенцией Нори. Сентенцией Нори. Глотберн. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...